здесь первый раз отдыхали в 2001 году и отдыхали неоднократно в этом чудном хрушовом саду это такой автокемпинг короче 6 не знаю как там люди сейчас на этой жаре отдыхают там во-первых уходит нехило там наверно пятихатка за машину потом за каждого человека еще чтобы сходить в туалет и душ тоже нужно заплатить деньги не знаю смысл вообще вы там автокемпинг и мы хотели побывать и в этом году не принимает принимать простых туристов тысячи человек все равно хоть этому человеку год или 30 то есть и не саша здесь есть круглосуточно можно выехать заехать здесь сидит вот в этом большой плюс и хорошая стоянка внутри здесь можно оставить машину можно за этими поражами отставить хорошо все охраняется за машину можно не беспокоиться как вот там люди знают я не знаю когда мы сюда просто приезжали покупаться мы загоняли в грушевый сад там соточку даешь ребятам и все как там люди не боятся ставить на милитражи заставить можно приехать и не уехать вот общий холл где можно пообедать здесь стоит холодильник но обычно он забит чьими-то под продуктами пивом мне пришлось лапшу сегодня ставить просто в море вот общий коридор где работает сплитак на какие-то деды постоянно его выключают и наверное мы спрятали пульс я говорю надо забрать пульт чтобы он не смог никто выключить потому что ну реально жара на улице 40 градусов захар покажет наш номер ну правда бардак конечно ничего рабочая обстановка не вот насчет до ванны все в порядке горячая вода что хорошо есть то что крениться с водой напряг 4 местный номер но мы платим за троих три косаря поэтому нам все устраивает 1 кровать как склад на котором мы не пользуемся но мы просто сушим на полотенчике здесь запасной выход еще есть где можно погулять поиграть можно взять мячик я привезу мячик одну еще ни разу не играли на вот этих футболках приятно посидеть днем да и вечером после 9 потом столовка закроется здесь освещение везде по территории беседки сама нету и везде стоит камеру очень много камер так что если что-то здесь произойдет здесь можно найти концы поэтому здесь не страшно не закрывать номер и очень мало там бассейне ничего нету и кстати есть большой бассейн который тоже там за этим вот порно ранних сказал вы же и приехали на море не в бассейне купаться так что он вот такой из туалет на улице как внешне можем им пользоваться но он скорее всего не убирался еще с того сезона хотя здесь есть инвентарь есть какой-то концертный зал актовый зал конечно же он для простых туристов закрыт а здесь столовая которая недоступна для простых отдыхающих в таком от большом она красивом здании нам больше интересно зайти конечно же в столовую здесь вот так вот распорядок дня для детей но он открывается смотрите здесь даже для детей до 21 30 но закрывают ровно в девять уже эту столовую можно пакеты сдвинуть столы как вы хотите на фоне моря здесь работают мощные сплитаки здесь прохладно хорошо стулья комфортно и здесь само слово не знаю что его шинфоризирует красивые картины но самое интересное конечно сердце это столовая здесь можно положить вот такой морозильник как я сказал одно отдыхающих морозиловка 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 здесь много конечно нарушений как сказал наш главный шеф по человечески не чп чрезвычайно произошли чистая посуда этот раз два вообще вот это все подписано все неправильно и даже вот здесь у нас цвета нашла под должен быть один цвет виталий только здесь и забирать посуду сюда нельзя 8 утра открывается 9 закрывается то есть попить чай с детками после нити вечера не получится здесь сгоревшая столовая даже особо ее никто не убирал видите стекла везде столовая огромная ужасно выглядит все это конечно даже плитка на полу пола пола вся крыша все это все негодность заброшка это раздача была видишь раздача это вентиляция была я был свидетелем может быть лет 15 назад когда говорил трансформатор это было просто чрезвычайное положение здесь отрубилось весь свет по побережью я вам ставлю в конце этого видео кадры уникальные кадры тогда еще не было практически телефонов ни у кого но я это снял выход прямой на море но нам почему-то ключ от этой двери не дали хотя мы видели некоторые выходили здесь видимо особо приближенных персонал а так приходится представляете обходить полный забор и вроде бы и рядом с морем а злой стороны все равно идешь минут десять до того моря которую руку наверху есть вышка мегафонов сканерки написано билайна нет и не будет так что здесь ловит йота мегафон и теледуа про билайн забудь мтс не знаю мне его нет а здесь я обнаружил даже мощные такие большие холодильники вообще здесь много очень зданий которые просто не подписаны а все это должно быть конечно каждый корпус подписан каждая дверка что подсобка не подсобка как видите здесь надо не знают об этих правилах и никто не проверяя еще одно подсобное помещение интересно такой где много бутылей а вот и матвей который подарил мне супер кепку блогер который мечтал он ее купил витязева и привез ее в креницу специально для меня 200 все плюсы и минусы данного лагеря хотя здесь я встречал людей которые отдыхают здесь уже не первый год то есть и здесь принимают и так понял простых туристов и детей я думал только в этом году так повезло нам оказывается что одна женщина ряда и пять лет назад точно также снимала здесь и отдыхала среди детей нам здесь больше понравилось потому что здесь даже в других местах там вот через речку мы в одном месте спросили стоит 1700 человека там даже нет в этих бунгало с плитака то есть стоит ли здесь все таки здесь чувствуешь себя человеком смотрите полный обзор креницы всем удачи пока хотя все и 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